Для нашего города это действительно очень хорошее событие. В прошлом году мы подписали договор о сотрудничестве между Якутском и Севастополем. В Севастополе есть улица Якутская, где в прошлом году появилась детская площадка, которая была построена на средства окружной администрации города Якутска. Я думаю, вот такие связи, они, конечно, укрепляют дружбу между всеми нашими народами, которые живут на территории нашей огромной страны. И мы сегодня действительно очень рады, что Крым снова наш. Через два дня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России. Это событие имело большой резонанс на мировой политической арене и, безусловно, имело последствия для всех участников прецедента. Подробности в историческом очерке Дмитрия Горбова. В ходе революции о потрактовке, принятой в России государственного переворота на Украине, в феврале 2014 года центральная власть Украины перестала контролировать Крым. Это началось с протестов жителей Автономной Республики Крым против действий оппозиционных сил, пришедших к власти на Украине. 21 февраля 2014 года три страны европейские, члены Европейского Союза, Польша, Германия и Франция, надавили на Юнаковича, который подписал с оппозицией соглашение о том, что оппозиция выведет своих людей с площади, правительство не будет применять военную силу. То есть гаранты знали, что не будет выполнено соглашение, тем не менее пошли на открытый обман. И в это время как раз из Киева возвращались те крымчане, которые участвовали в антимайдане. И вот их-то как раз по дороге застали банды, как раз бандеровцев, и многих из них искалечили, другие были убиты. Судьбу Крыма был призван решить референдум среди жителей полуострова, проведенный 16 марта 2014 года, в ходе которого более 96% граждан Автономной Республики проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Уже 18 марта 2014 года Владимиром Путиным был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России. Проведение референдума противоречило украинской конституции. Его результаты были признаны только Крымом и Россией, что в свою очередь не замедлило проявление последствий. Крым стал субъектом Российской Федерации. На инцидент последовала негативная реакция не только самой Украины, но и стран ЕС, и прежде всего США. В результате этого против России последовали экономические санкции, следом падение курса рубля и инфляция. Возвращением к Крыму мы разорвали так называемую дугу нестабильности, которую американцы и натовцы строили очень долго. Она проходит от Балкан, через Крым, Кавказ и до Средней Азии. То есть наши южные границы были бы открыты, их закрывать очень сложно. Теперь мы их разорвали. Наш Черноморский флот получил возможность развиваться по-настоящему. Потому что до этого каждый раз что-то новое, если поставить Черноморский флот, нужно было бы согласовывать все с Украиной. А украинцы очень неохотно шли на это. Помимо того, что важная военно-морская база Севастополя стала российской, наше государство получило крупный регион с возможностью развития международного туризма, 3000 гектаров виноградников и крупнейшие винозаводы, крупный химкомбинат на севере Крыма, занимающий серьезную часть мирового рынка в производстве компонентов для удобрений и реагентов для нефтеперегонной промышленности. Дмитрий Горбов, Семен Омосов, НВК Саха, Нерингрид.